здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня необычный формат для меня помашу ручкой нет не помашу я просто посмотрела на себя в зеркало вот сегодня у нас болталочка первый раз снимаю такого формата видео так что вы мне скажите что не так я буду исправляться я буду учиться снимать красиво вот озвучу параллельно в конце думаю что поставлю потому что я вот сейчас пройду и уже вчера я сняла как бы ночную часть вот города как бы эту же которую я вам показываю вот есть ночная часть снята с огоньками красивой вот это сама центральная площадь города того где я живу вот написано галерея теплице то есть галерея это торговый центр галереи а теплице это город вот а саму историю города я вам хочу рассказать подробно красиво и с историческими местами но это не нужно для вас как бы мне самой нужно подучить почитать вот сегодня хочу вам показать вот такая вот уже начинается пока это только слегонца вот рождественские вот эти вот прибамбасы до продаются вот такие вот поставили палаточки вот они честь я хочу про рождество как бы их рассказать как они празднуют вот эти вот все веночки обязательно адвент у них вот первое воскресенье было прошлое воскресенье зажигали первую свечу на этих веночках в это воскресенье то сегодня это будет зажженная вторая свеча то есть они празднуют католичество рождество 25 вот мужчину я попросила могу могу я поснимать и вот это вот называется тридельник это национальное лакомство его продают только ну как бы на таких ярмарках и на уличных мероприятиях вот такое дрожжевое тесто оно накручивается и жарится да потом посыпается всякими такими корицей орешками шоколадом поливается разными разными реагирует конечно на камеру по-разному здесь тоже все такое легкие перекусы продают ничего пока особенного вообще город маленький вообще очень скажу вам мало либо связано с этим с к видом не знаю либо просто еще рано потом будет елочка красивая я вам ее ночную покажу очень красивая елочка площадь не не нравится знаете что что поставили вот эти вот два торговых центра вот кстати поделочки из дерева не рождественские подойдут папа махал мне дядька сидит поздороваться где машет вот это уже дальше все поделки и центре вот стоит этот фонтан но сейчас конечно девчонки я конечно сглупила что я вам не сняла это все летним потому что особенностью этого города есть знаете что фонтаны так как здесь вот эти минеральные источники находятся но вода не питьевая вода для опорно-двигательного аппарата вот особенность этого города вот снимаю как раз вот эту площадь и вот эти вот два торговых центра вот мне интересно что было там не надо будет найти тоже покопаться в истории вот у них кстати под елками деда мороза нет ни санта клауса не деда мороза под елкой всегда вот этот вот иисус прожженный вот овечки то есть то стоило где родился иисус всегда у них под елками вот такая как бы композиция да нигде не видела я не деда морозов и нигде не видела не тем более снегурочек вот не ну деда морозом супермаркете да это ну как бы национального нигде трясется так камера девчонки простите меня пожалуйста я научусь обязательно где-то не могу найти свой стабилизатор вот это я пытаюсь показать что часть как бы площади он показала красотка она еще есть старые дома в основном везде все сохранили не знаю кто им разрешил строить вот эти два торговых центра огроменных прям центре вот мне как-то непонятно дальше все сохранено в естественном виде сейчас я вам покажу пытаюсь это я трясется камера это пытаюсь я ее как бы ни черта у меня не получается вы уж меня простите девчонки исправлюсь так еще раз показываю площадь с этого ракурса исправлюсь исправлюсь все я вам покажу красиво это пробный вариант подвязание девчонки одним глазом пока смотрите двумя не надо двумя будете смотреть когда я научусь и все красиво вам покажу так и вот вот пытаюсь вам показать все 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 дома старыми вот старые 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 вот такого плана ну тут он еще этот этот дом серенький а есть прям хорошо вот следующий смотрите видите вот этот бежевый он и сохранен старый я не знаю почему по обычно не разрешает не разрешают даже окна менять но здесь поменяли окна и попытались сохранить этот дом как бы его усовершенствовать да дальше старые дома вот в таком плане все 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 постройки в этом городе хотя не все центре я имею ввиду где где они это все сохранили как бы пытаются сохранить вот такие вот старые углочки видите вот я еще пройдусь по всем улочкам сейчас я пока одну вам покажу там закручусь аллейкой пройдемся вот и потом я в ночном свете эту эту же улочку покажу а потом остальное а а потом остальное мы вам я уже хочу просто с рассказом как бы допустим там фонтанов очень очень много летом все фонтаны с этой минеральной водой вот и вот самое главное на каждом шагу разные фонтаны на каждом на каждом шагу разные разные везде по всему городу очень очень красиво и какая такая старинная улечка вот туда дальше идет и все в таком же стиле вот все в таких же в таком исполнении древнем там и санатории вот в таком же стиле она все сохраненное все все ну там они санатории конечно и покрашены и в лучшем виде чем вот сейчас вот дома то я вот прям на этих улицах представляю лошадей карету какую-то до платья красивые вот прям в глаза так так и ну давайте я сейчас иду по улицам я вам расскажу про рождество как они празднуют рождество вы смотрите я вам буду рассказывать не буду сейчас про дома про дома потому что здесь просто сейчас пройдемся вот а я вам расскажу значит рождество они у них щедрый вечер 25 декабря вот по традиции обычно в этот вечер они собираются ну как и у нас принципе то на рождество собираются обязательно семьей собираются то есть в кругу семьи у них рождественской ужин на ужин рождественский значит что у них как бы у них нет такого как у нас что значит накрытие стол чтобы стол ломился нет здесь такого нет здесь девчонки одно блюдо да тут и даже про праздничные допустим ужин какой-то они не готовят вот накрытые столы нет одно блюдо сели поужинали потом там десерт тортик все все дела вот не так как у нас не празднует у нас так чтобы накрыть столы стою 45 блюд в общем значит на рождеству них на традиционный карп запеченные или жареные как бы в сухарях ну как бы в панировке карпа специально они рыбу не очень едят специально выращивают карпа именно на рождество и перед рождеством вот когда будут продавать я вам под сниму покажу вот такие большие бассейны они прям живых карпа было либо это каждая семья они вот кстати ой ушла я ладно и они покупают этого карп большие я покупала по 5 по 7 килограмм огроменных карпов они искусственно выращивают именно на рождество продают вот из этих бассейна вылавливают разделывают прям на улице я говорю вам сниму покажу когда будут это кстати я захожу в этот санаторный парк вот здесь вот вот эти все фонтаны разные ну это то что именно здесь от находится а еще по городу очень сильно тут очень красиво конечно в этом парке летом очень много цветов все ухожено красиво но ничего покажу вам это кстати выпал первый снег вот и значит по поводу рождества сейчас я еду вот это вот санаторий бетховен называется я не буду рассказывать давайте про санаторий я расскажу потом а вот про празднование рождества я вам расскажу сейчас а вы так чуть посмотрите вот что я там вам наснимала вот и значит они целый день не едят только едят рыбный суп вот из костей из головы варят но не все конечно придерживаются но по традиции должен быть этот рыбный суп потому сколько я знаю что в течение дня этот рыбный суп потом рыба или отбивная куриная ризы как она здесь называется значит куриная отбивная и картофельный салат вот это чисто чешский картофельный салат но он похож на наше оливье но некоторых ингредиентов там нет нет там колбаса хотя некоторые и кладут и колбасу туда яйца картофель огурцы и соленая как у нас лучок морковочки чуть-чуть вы только знаете что у них туда морковку сельдерей кое-нибудь петрушки кладут я вот все поначалу не могла понять что дает такой привкус тут особый привкус вот если что если вам интересно я могу вам рассказать потом рецепт если вас заинтересует именно традиционный чешский картофельный салат очень необычный он не похож на наше оливье он по виду похож но на вкус я же говорю там вот этот сельдерей и корень петрушки он дает такой свой друг особый такой вкус понимаете вот невкусно я люблю этот салат вернее любила когда еще на своем питании особо пытаюсь вес свою держать вот значит у них вот это куриная отбивная с этим салатом вот на тарелке куриная отбивной обязательно лимон они на не на эту отбивную панированную выдавливают лимончик вот и с этим салатом либо кусок рыбы и этот салат это все больше ничего на рождественский ужин они не готовят пекут они очень много очень очень много но пекут они вот это вот месяц до рождества печенюшки разные малюсенькие красивенькие вот когда они тоже будут я вам тоже покажу как это выглядит вкусно нереально так вкусно такие вот эти они называются цукровые ну от слова цукор и сахар у них цукор по-чешски вот то есть сахар сахарные печенья но они пекут по 20 видов разное красивое вкусное всевозможное ну в общем девчонки вот такое вот так ну тут я по моему уже заканчиваю снимать вот и все вот это эти печенюшки потом на десерт и все весь рождественский вечер на этом все закончилось далее у них идет два дня выходных вот кстати николай с чертями ходит это вот так вот у них обязательно на николая ходят ряженые ангелы я вам подсняла что кстати мне на них нравится на чехах они молодцы они умеют как бы вот эти вот традиции держать и как бы интересно довольно вот кстати ночной город начала говорить девчонки вышла вам показать ночной город ночной центр сейчас пробегусь быстренько вот салко да конечно что здесь центре не знаю как это выглядело раньше но сейчас здесь в центре два огромных торговых центра вот я постараюсь интернете найти фотографии самого вот этой самой площади как она выглядела до этих больших центров мне кажется зря они это сделали хотя с другой стороны очень удобно потому что мне удобно я здесь живу сразу и у меня все на месте вот он один и вот вдоль второго я иду сейчас мы подходим к этой площади ну главное центральной посмотрим на площадь вот и вот вот эта арка я думаю что я уже ее показала которая крытая пешая арка вот вечером она выглядит вот так вот понятное дело что Новый год Рождество все везде красивенько все везде светится ну и там видите сразу же видно что кстати смотрите что Сбербанк да кстати в этом городе очень много русских такая вот фото зона у входа вот видите за спиной у меня вот этот большой галерея там елка у нас здесь ручки здесь второй торговый центр сейчас я туда к елке пройду и покажу вам этот торговый центр ну а там уже видите с часов в ней старт а вот эти два они как по мне портят эффект центра и тут продают по нему для развесовки рано ночью это не рано это обычное дрожжевое тесто они если я попрошу днем если не разрешат снять я вам сниму значит оно так жарится на огне или в духовном месте в духовке вот такое вот накрученное на такие шампура ну круглые фулочки в елках и потом оно все присыпается корица сахар орешки ну разными посыпками вот и считается обычное тесто считается как бы таким чешским традиционным праздничным лакомством ну именно уличным вот второй торговый центр самый большой здесь поделочки это я вам покажу вот так вот выглядит центр маленький маленький городочек очень маленький но уютный девчонки мне здесь хорошо тут уже видите старые дома здесь уже все старенько вот влепили эти два торговых центра да ладно пусть будет так а тут сразу попадаем в старый город пусть я по дороге иду и готовлю с вами еще ночной городочек чуть-чуть вам покажу и я иду вот там дарите арка начинается это центр эти все дома старые здесь мы с вами либо я вам уже показала либо еще покажу в зависимости от того как я смонтирую сам центр днем но тут вы понимаете тут дела даже не в том что центр тут весь город такой тут есть как бы отдельные далеко микрорайоны для новые дома вот у меня из окна хотя я в центре нахожусь и без окна я вам сниму вот там есть и как бы такие многоквартиры но в основном и здесь нет ну как бы дальше дальше все вот такое вот современное ну вот прицепили приклеили много помещений пустых видите потому что вот так вот и поэтому много зданий пустых вот эта арка сейчас определите на ту сторону вот жалко конечно что я не снимала летом летом очень красиво много цветов все очень ухоженно в центре это крупная зона туристическая и поэтому все здесь все четко все очень красиво и цивилизованно там дальше там где темнокожие бежит там уже по-другому вот эта арка сейчас мы не пройдемся я завершу наш ночной пока начну пробежку там видно эти часовники вот туда мы с вами пойдем сутона пошли здесь я буду с нуком гулять чуть попозже будете идти я буду с нуком сейчас вам себя покажу вот она я наша арка и я видите шмыгаю носом мне бы высморкаться да не как-то с вами разговариваю вот вот такая вот я не показывалась не показывалась не показалась показалась люди гуляют сейчас кстати не поздно сейчас очень мало времени около пол шестого на тебя высла как раз у нас нет что удобно вот за этим торговым центром откуда вы начали свою промоку стоит мой дом и я так рада девчонки в этом центре там был супер аркет какой-то корзо какой-то какой-то вот и его закрыли я сюда когда переехала его закрыли вместо него сделали лиду девчонки кто живет в европе тут меня поймут я обожаю это мой самый любимый супермаркет представляете я выхожу из подъезда теперь у меня лиду я невероятно счастлива на пенсию самая англ здесь альбертов и там торговом центре авто лидов ну что